Что касается вчерашнего инцидента, это была однозначная провокация. Всё, что необходимо сказать по этому поводу, было сказано и в заявлениях погранслужбы ФСБ Российской Федерации, и в заявлениях Министерства иностранных дел, в комментариях нашего официального представителя. В России были нарушены ключевые положения международного права, не только морского, но и общего международного права, включая Устав ООН, включая и Конвенцию морского права 1982 года, и другие международно-правовые инструменты, которые многократно требуют от всех государств уважать суверенитет другого государства. И в том, что такое нарушение произошло, причём произошло достаточно опасными методами маневрирования в узком проливе, конечно, это могло создавать и создавало угрозы и риски для нормального движения судов по этой акватории. На счёт того, что мы планируем предпринять на заседание Совета Безопасности, знаете, у нас нет иллюзий с учётом того, что Запад взял позицию безоглядной поддержки президента Порошенко и его режима. Хотя, хотя, вчерашние заявления, вечерние призывы со стороны Евросоюза, как минимум призывы и к России, и к Украине проявлять сдержанность, наводят на определённые мысли. Если и к Украине адресуется призыв наравне с Россией, значит, точно Киев в глазах своих западных спонсоров совершил вещи, которые они не одобряют. Надеюсь, власти украинские сделают из этого необходимые выводы. Но одновременно, безусловно, нас не может радовать, что Евросоюз по-прежнему пытается цепляться за некие аргументы, в которых нет никакого резона. Например, я слышал, что Евросоюз устами представителей Европейской внешнеполитической службы заявил о том, что он ожидает от России прекращения инспекции судов. Это, видимо, уже об Азовском море идёт речь, потому что инцидент вчерашний произошёл в Чёрном море на подступах к Керченскому проливу. Значит, нас призывают прекратить инспекцию судов, хотя эта инспекция проводится в полном соответствии с имеющимися договорённостями, в том числе и с Украиной. И эта инспекция ещё не была следствием, вернее, не привела ни к единой жалобе со стороны ни одного инспектированного судна. Я уже об этом говорил и просил бы наших коллег в Евросоюзе обращать внимание на фактическую сторону дела и не путать Азовское море с Чёрным и не создавать проблему там, где её нет. Кстати, насчёт того, что нас призывают прекратить инспекции, когда официальные лица Украины впрямую, открыто, гласно, публично призывали взорвать Крымский мост, я что-то не слышал из Брюсселя каких-то призывов к украинским властям урезонить этих своих представителей и прекратить призывать совершать террористические акты. Так что здесь, конечно, вопрос многогранный, и я думаю, что ещё мы не всё увидели, что будет связано с последствиями вчерашней провокации. Уже, знаете, запущен процесс объявления военного положения на Украине, уже господин Турчинов сказал, что да, это означает, что выборы не будут проводиться вовремя. Там происходят достаточно интересные вещи, и я думаю, скучно не будет наблюдать за тем, как вот эта вот власть украинская пытается, пытается, в общем-то, вырулить из ситуации, которая населением воспринимается всё более и более негативно. Ну и, наверное, насчёт санкций, я не знаю, это нас уже давно перестало волновать. Конечно, санкции – это плохо всегда, но когда из-за инцидентов, подобных вчерашнему, сторона, чей суверенитет был нарушен, может рассматриваться как объект новых санкций, ну, наверное, такую политику нам очень трудно комментировать, очень трудно рассчитывать на то, что мы сможем повлиять на людей, которые одержимы одним только желанием – искать всё новые и новые поводы для давления на Российскую Федерацию.